Владимир Путин напомнил о непобедимости российского оружия. Клятва защитников Брестской крепости умираю, но не сдаюсь главный залог абсолютной надежности и непобедимости русского оружия. Об этом президент заявил на военном параде вознаменование 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Победа была и остается одна на всех, и сейчас коллективный отпор носителям смертоносных идей снова имеет определяющее значение. В истории нашей страны немало героических свершений, но на особом месте победа над фашизмом, возмездия нацистам за все их бесчинство, за то, что они возомнили себя высшей расой и развязали страшную войну, подчеркнул Владимир Путин. Этой обнаглевшей силе покорились многие государства, и безнаказанность застилала нацистам глаза. Они думали, что смогут также в считанные недели подмять под себя и Советский Союз тысячелетнюю историческую Россию. Не вышло. Одним из первых подлый внезапный удар захватчиков принял гарнизон Брестской крепости Белиз до последнего, сказал глава государства. Их наказ, клятва умираю, но не сдаюсь принято на вооружение сегодняшним поколениям защитников Отечества. Это главный залог абсолютной надежности и непобедимости русского оружия, считает он, минус. На акции Лес Победы в Подмосковье посадили более миллиона деревьев. Память о Великой Отечественной войне, о ее правде это наша совесть и наша ответственность, продолжил президент. Сегодня в ряде государств осознанно искажают события войны, возводят в кумиры тех, кто, забыв про честь и человеческое достоинство, прислуживал нацистам, бесстыдно врут своим детям, предают своих предков, констатировал он. Наш святой долг защитит подлинных героев, заявил Путин. Уроки войны по-прежнему актуальны, отметил Верховный Головнокомандующий и заверил, что будет делаться все необходимое, чтобы обеспечить высокую боеспособность вооруженных сил. Россия открыта к сотрудничеству со всеми, кто на деле готов противостоять терроризму, неонацизму и экстремизму. «Коллективный отпор носителям смертоносных идей снова имеет определяющее значение», заявил он и призвал все страны осознать общую ответственность за создание эффективной, равной для всех системы безопасности. Вместе с главой государства на трибуне были премьер-министр Дмитрий Медведев и почетный гость парада первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Перед началом парада и по его окончании Владимир Путин пообщался с ветеранами, а затем возложил цветы к могиле неизвестного солдата. «День Великой Победы дан нам судьбой страны, чтобы никогда не угасали наша память, совесть и наша бдительность». «Героический путь поколения победителей недалекое прошлое, а нравственный стержень нашего народа», заявил президент на торжественном приеме в Кремле. «День Великой Победы дан нам судьбой страны, чтобы никогда не угасали наша память, совесть и наша бдительность», отметил он. Путин уже в пятый раз стал участником шествия «Бессмертный полк», прошел по Красной площади с портретом отца фронтовика. Своими впечатлениями глава государства поделился с журналистами. «Парад замечательный, слава Богу, без всяких сбоев, как и положено в нашей армии за последние годы. Жалко только, что погода не позволила пролететь авиации», сказал он в эфире телеканала «Россия-1». «Все эти парады – все шествия не для того, чтобы побрецать оружием и какого-то попугать». «Это как раз в честь победителей», заявил глава государства Первому каналу после акции «Бессмертный полк». «И эти знаки внимания к ним мы удаляем именно для того, чтобы ничего подобного больше не повторилось ни в нашей истории, ни в истории человечества», заметил он. «Путин не удивлен, что многие страны поддержали акцию, ветераны Второй мировой войны всегда остаются в контакте друг с другом. Они понимают, что такое общая победа над общей угрозой фашизмом, нацизмом. Они понимают цены дружбы и взаимодействия. Несмотря на такую серьезную непогоду, практически ураган, люди все равно шли по Красной площади. «Вы знаете, это меня не удивляет», — сказал президент в эфире «Россия-24». Власть, работа, власть и внутренняя политика. Президент День Победы.